А давайте определимся. Пока идет компьютерная графика с указанием места нужного. И оно по сути для всех. Теперь тема другая, точнее обыкновенная. Цена товара для детей. Я имею ввиду игрушки. Так вот ценники вам покажут перец, который с Орионом на ты. Сегодня мы с вами зайдем в магазин под названием Орион. Он работает с понедельника по воскресенье. Вы можете прийти сюда в любой момент и купить своему ребенку все, что нужно. Короче, берешь вот такой. Нажимаешь потом, типа вот так. И он берет такой. И ты можешь в этот момент взять и такой. Бабух. Он стоит целых 300 рублей. Офигенная цена. Вообще. Разные мягкие игрушки, лего наборы, куклы и многое другое. Сегодня мы с вами увидим в магазине Орион. Вот, например, огромное количество игрушечных машинок. Я хоть и прошел все это, но когда я был очень маленьким, цены были такие же дешевые и вкусные. Ну вот, например, мягкие игрушки. Здесь они всех размеров. Маленькие, средние и большие. И самое главное, то что ценники, можно сказать, собственно, то что они одинаковые. И вы можете в любой день прийти и купить своему ребенку любую мягкую игрушку. Но если вы очень сильно любите кино, то здесь вы можете увидеть большое количество разных фигурок Марвел. Например, вот Танос. Потом Черная Пантера и многое другое. Ну и самое интересное, по моему мнению, это лего наборы. Так как, если вы их купите, то вы можете их собирать целый день. И вы будете заняты этим. И в итоге у вас получится очень красивый результат. Например, если вы соберете вот этого шага холода, то он, наверное, сможет двигаться. Также здесь есть вот разные фигуры динозавров или гадзил, которые раньше когда-то существовали. Итак, ну что, поехали? Пенсия – вещь хорошая, но не моя. Господь Бог дает мне силы противостоять полному отстою в онкологии. И если бы не вера в Господа Всемогущего, то я бы крякнул на все тысячи процентов. Но я верю, и он дает мне жизнь. Эта специальная вера должна быть у всех, без разницы. Иудеи, мусульмане, индуисты, католики, протестанты, буддисты или православные. Вера одна. Путь разный. Я специально не тороплюсь вам про это говорю, потому как мысли немного другие присутствуют. Так вот, мысли те, что нужно для дольшей жизни. Час хобби, час игры, два часа просмотра английских фильмов на английском языке, работа, еда. А и сон, естественно. То бишь, даже на пенсии работа идет однозначно. И самое главное, все это естественно. Не только для детей, но и для взрослых. Хобби бывают разные. Но конструкторы это для всех. А особенно такие. То есть есть возможность сделать от и до. И потом показывать и внедрять сумму. Итак, частное хобби. Раздеть этот анекдот про двух умудренных опытом армейских специалистов, производящих ремонт в детском саду. Вы помните? Ну, если не понятно. Во-первых, это модель для 14 с плюсом. Во-вторых, количество деталей. А это 1550. Так, между прочим. И это я с нормальными эмоциями то говорю. А соседи думали немножко по-другому. Ну, вы поняли, да? Так вот, не так часто я делаю комбинированные съемки. Почему я комбинированные съемки делаю не так часто? Мягко говоря, за свои 28-29 лет работы комбинированных съемок я производил не так уж и много. Потому что это жесткое удовольствие. В данном удовольствии я вам показал, как за три часа собирался вот этот агрегат. Ну, тогда еще этот агрегат был вот отсюда и вот досюда, да. Я не стал ничего дальше делать. Это уже было чуть позже. Но в итоге я вчера все это сделал. Сколько времени все это дело ушло? Грубо говоря, неделя. Неделю я его делал. Да, да, да. Это называется хобби. Это для тех, кто понимает, что хобби это не обязательно, допустим, вы будете собирать самолеты. Ну, как я их собираю. Потому что есть такая возможность их красить. А не каждый первый из вас умеет делать и брать аэрограф. Нет. А это дело, пожалуйста. То есть даже вот это, то, что я вам показал, это больше удовольствия. И, кстати, когда мы говорим про магазин Орион, а точнее его владелицу Инну, я вам еще раз говорю. Есть такие вещи, которые вам необходимо делать. И делать это вместе с детьми. Но с другой стороны, уже и потом вы это можете сделать. Посмотрите, как это все красиво выглядит. То есть я думал, что он будет небольшой. Вот примерно такой. То есть первоначально я это делал у нее, брал. Это у другого человека, да. Вот теперь вот эту штуку взял у нее. Вау, крутизна. Смотрите. Да, тут еще я сделал подставочку. То есть вот это вообще изумительная вещь. И, естественно, если когда-нибудь она принесет Millennium Falcon, он будет размерами, наверное, как вот этот, ну, как, наверное, вот этот большой-большой, да, серьезный столик, то я, конечно, попрошу и сделаю. Потому что это красиво, это изумительно. Да, и вы это можете сделать вместе с сыном, можете и отдельно. Интересная штука магазина Орион. Ну, а если у вас есть дочка, то здесь вы можете найти множество разных кукол, кухонных наборов и доску для рисования. Вот, так скажем, есть даже тут карточные наборы Уна. Где-нибудь они стоят целых 500 рублей, но это слишком много. А в Орионе вы сможете их купить только за 85 рублей. Ну, мне кажется, все понятно. Пять или в шесть раз дешевле. Я понимаю бизнес, но не вкатываю в ценники в 400%. Это не шашлычные, это изврат для детей. Зачем? Это же дети наши, будущее. Не, ребятки, вам маршрут сюда. Маршрутки от Шурави в любую точку города. Для детей наших, любимых. Ну, а если вам все понравилось, то самое главное, то что цены здесь небольшие. Вы можете прийти в любой момент и купить не одну игрушку, а целых 10 или 20. Это все по вашему желанию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова